Чаки, не бойся, я хочу лишь с тобой поговорить. Чёрт, пожалуйста, пусти меня! Ты хочешь поиграть в прятки? Всем привет, ребята, с вами снова я, королева мистики, а это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всём русскоязычном ютубе. И, друзья, мы сегодня заказали на сайте Darknet Group. Ну, а перед началом этого супер страшного видео я попрошу вас познакомиться с тремя самыми суперскими комментариями. Раз, два и три. Если вы хотите тоже попасть в моё видео, так что прямо сейчас пускайте в комментарии и пишите, пишите самые крутые комментарии. И я их обязательно замечу и поставлю в своё видео, друзья. И также не забывайте подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать уведомления моих новых видео, ведь они выходят. Каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье, четыре раза в неделю, друзья, вернёмся к нашему гробу. Это не просто гроб. Это гигантский картонный гроб, в котором лежит кое-что страшное. То, о чём вы меня просили уже давно. Я проводила опрос, какое же видео снять и кого заказать на сайте Darknet. Кого призвать в три часа ночи, в самый дьявольский час. И именно вы провели это голосование. Результаты сейчас вы видите. Я никого не обманываю. Вы меня просите. Я исполняю. И также я исполняю ваши желания в своём TikTok-аккаунте. Ясинская. Ирина Ясинская. Всё верно. Ирина, нижняя подчёркивание, Ясинская. Ладно, а мы пойдём и посмотрим, как же выглядит этот гроб. Я не смогла его затащить сюда, в эту комнату. Он находится у меня в коридоре. Итак, друзья, именно так я обнаружила то, что я заказала на сайте Darknet. Прошу вас обратить внимание на то, что он гигантский. Для сравнения, друзья, просто камера, они так не передают. Посмотрите. Вот, практически человеческий рост этот гроб. Ну, скорее всего, он рост с ребёнка. Но там не ребёнок, так что не пугайтесь. Это Darknet-игрушка. И это, друзья, Чаки. Это Чаки. И он офигенский. Когда он пришёл, я не открывала его. Но на сайте он выглядит жутко. И именно так. Поэтому, друзья, я очень сильно потратилась. Достаточно много, если перевести в русские деньги. Эта кукла на сайте Darknet стоила 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей. Только вдумайтесь, что за эти деньги могли положить в эту игрушку. И что, в конце концов, мистического мы в ней найдём. Но для того, чтобы узнать это, на сайте было написано, что эта игрушка именно живая. Поэтому, друзья, мы достанем Чаки из гроба. Господи, он реально как настоящий. Подождите, подождите, смотри, у него что-то золотое. Что это здесь? Ого, смотрите, у него какая-то подвеска в виде черепа. Давайте отправимся прямо сейчас к нашему столу и поподробнее рассмотрим эту куклу Чаки. Это просто жесть. Так. Я уложу его на подушку на диван, чтобы так было удобнее. Давай, Чаки. Давай, малыш. Вот так. О, Господи. Вот это настоящая мистика. Ребята, я прошу, кто сильно впечатлительный. И дети младше 13 лет, пожалуйста, если вы боитесь, не продолжайте смотреть это видео. Потому что дальше будет еще страшнее. Это настоящая мистика. В 3 часа ночи и только ночью происходит все самое жуткое. Итак, ладно, мы замечаем то, что у Чаки испачкан комбинезон с чем-то похожим на кровь. И так, на руках его наручники. Видимо, это реально живая игрушка, которую даже привязали, чтобы он не сбежал, пока его доставляли ко мне домой. Давайте посмотрим, что в этом медальоне. Там, по-моему, какая-то бумага. Посмотри, Дим. Так, друзья, давайте попробуем открыть. Ага. Это потайной медальон, ребята. Внутри какая-то записка. Жить как интересно. Просто жесть. Это что-то типа страшного ночного квеста. Нереально прикольно. И знаете, если на этом видео мы соберем 10 тысяч лайков, я обещаю вам заказать такую же куклу Аннабель. А возможно, даже и куклу Тиффани. Эти варианты, девочки, стоят гораздо дороже. Кукла Тиффани и Аннабель стоят 70 тысяч рублей на 20 тысяч дороже. Я не знаю, в чем прикол, почему девочки дороже мальчиков, но это так. Поэтому 10 тысяч лайков и эта кукла будет заказана для вас. И мне кажется, будет очень крутое видео. Ладно, давайте распакуем эту все-таки бумагу. Кукла Чаки. Опасно. Внутри медальона было написано «Кукла Чаки». Опасно. Но что же в нем опасного? Давайте-ка посмотрим. Ну, на мой взгляд, практически обычный кулон. Не знаю, возможно, он даже золотой. За такие деньги я ничему не удивлюсь. Возможно, бриллианты – это точно не бриллианты, не Сваровские. Ребята, а мне понравился этот медальончик. Как вы думаете, может быть, мне его оставить себе? Что-то мне прямо он реально понравился. Я его буду носить как украшение. Думаю, что это как бонус. Ну, а слово «опасно» – это, скорее всего, потому что… Ну, они просто решили меня испугать. Лучше сжечь. Потому что эта бумага может оказаться проклятой. Гори. Гори, и пусть с тобой сгорит все проклятие, которое тут написано. Опасности мы не боимся. Потому что я королева мистики, друзья. И вы молодцы. И вы самые смелые, кто смотрит меня в этот час. Так, в общем, проблема какая? Кукла в наручниках. Их надо снять. Дим, у тебя есть что-то типа отмычки какой-то? Вот возьми ножи. Потому что я знаю, что… Ну, булавочкой ножиком-то я навряд-то. Нет. Мне нужна шпилька. Пойдем за шпилькой. Так, где-то здесь у меня были шпильки. Сейчас. О, черт. Рассыпала резинки. Так, вот шпильки. Так. Машин. Рассыпала все резинки. Ладно, шпильку нашла. Погнали открывать. Хорошо, что шпильки у меня имеются дома. Сейчас мы скроем его наручники. А, чаки-чаки, какой же ты стрёмный. Так. Сейчас. Как-то так. Ага. Отлично. Одну руку освободили, осталась вторая. Сейчас. Отлично. У нас получилось снять наручники с чаки. А теперь мы прибегнем к помощи доски для вызова духа. Ну что, чаки, живая кукла, сейчас проверим, насколько ты живой. Жесть, какой страшный. Ладно, я готова. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух покинь покой. Кукла Чаки, оживи и приди в этот мир. Кукла Чаки, оживи и приди в этот мир. Кукла Чаки, оживи и приди в этот мир. Чёрт, повернулся. Так, спокойно. Он никуда не мог деться из этого дома. Однозначно. Здесь замыкается мистик. Он не может выбраться никуда на улицу, потому что недавно я общалась с человеком, который помогает мне и подсказывает, как правильно проводить обряды. В общем, дома был проведен специальный обряд, что за стены этого дома злые духи выбраться не могут. Поэтому, друзья, ничего не бойтесь. Мы его сейчас найдем. Чаки, по-моему, он за дверью. Друзья, сейчас. Чаки, не бойся. Я хочу лишь с тобой поговорить. Чаки, давай с тобой поговорим. Привет, как тебя зовут? Привет. А меня зовут Ирина. Я очень рада, что ты любишь смеяться. Чаки, давай пойдем со мной поиграем? Давай играть. Я вижу, что ты очень любишь играть. Давай поиграем в прятки. Ты хочешь поиграть в прятки? Хорошо. В прятки? Так, прятки. Я вожу. Я уже закрыла глаза. И начинаю считать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Я иду тебя искать. Чаки. Ищи меня. Я тебя слышу. Вы слышите, что Чаки хочет поиграть. Но мы должны его найти, поймать и разрезать. И лишить его вуду магии. Чаки. Где ты? Я не нужный ядер. Чаки. Привет. Его здесь нет? Меня зовут. Чаки, выходи. Чаки. Я люблю играть. Где же ты прячешься? Ладно. Попробуем поискать тебя по-другому. Силой, данной мне небом и землей. Я прошу вас. Помогите найти нечистую силу. Злого духа. Паранормальное существо. Необъяснимую тварь. Куклу Чаки. Живущую в стенах этого дома. Где? Чаки. Чаки, вот ты где. Я тебя нашла. Ну что, может быть ты хочешь спать? Пойдем в кроватку. Так не честно, Чаки. Это не по правилам. Ты обещал, что если я поиграю с тобой, ты вернешься ко мне и я отправлю тебя обратно в твой мир. Хватит надо мной смеяться. Чаки? Чаки, ты здесь? Чаки, ты здесь? О нет, господи, ребята, эта кукла превратилась в настоящего Чаки, в огромного. Просто посмотрите в человеческий рост. Я даже боюсь к нему подходить. Чаки, ты живой? Эй, Чаки, Чаки, ты жив? Ребята, мне просто, я не верю. Ребята, реально просто огромный кукл, он вырос, он что, живой или нет, я ничего не понимаю. Нет, нет, отпусти меня, нет, черт, господи, пожалуйста, пожалуйста, нет, нет, черт, пожалуйста, пусти меня, черт, отпусти, отпусти, убирайся. Черт. Походу, я его вырубила. Ладно, ребят, сейчас. Я закрою его пока в этой комнате. Так, надо что-то придумать. Что придумать? Черт. Так, ребят, я не знаю. Послушайте, а может быть, при помощи доски духов как-то его обратно вернуть в куклу. Слушайте, мне нужно сейчас позвонить. Я не знаю, что делать. Я сейчас позвонила одному своему знакомому, он сказал, что, чтобы обратно этот Чаки вернулся в тело куклы, нужно прыснуть на него святой водой. Короче, друзья, в этом ларце у меня находится святая вода. Сейчас я на него пшикну хотя бы, чтобы он из тела человека превратился обратно в куклу. Чаки. О, он еще не пришел в себя. Так, ладно. Раз, два, три. Я выплеснулась все в него. Не знаю. Сказали досчитать до десяти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все. Все тихо. Что-то там произошло. Заходим. Чаки. Он здесь? Фу, получилось. У нас получилось, друзья. Так, ладно. Хватаем его скорее, пока он не исчез. И нам нужно скорее его разрезать и лишить его воду магии. Погнали. Так. Я прошу закрыть портал. Я прошу лишить жизненной силы живую игрушку Чаки. Я прошу закрыть портал. Я прошу лишить жизненной силы куклу Чаки. Друзья, пора. Ждать уже больше нельзя. Нужно разрезать эту куклу Чаки. О-май-гад. Это просто жесть, что находится внутри. Мне аж даже жарко стало. Что это такое? О-май-гад. Так. Чаки. Чаки, ты точно все? Мне показалось просто, что его лицо двигалось. Его кожа такая грубая на лице. Друзья, это просто жесть. Я никогда ранее не трогала настоящую голову Чаки. Это просто жесть. Он реально стрёмный. Ладно, посмотрите, что внутри него. Это какие-то кукольные ручки. Давайте доставать. Все нужно достать. Это кукольная ручка. Походу, очень много разных кукол находятся внутри самой куклы Чаки. Они дают ему силу. Возможно, он поедает кукол вместе с их душами. Потому что в практически каждой кукле есть какая-то душа, добрая или злая. И, видимо, чтобы жить, Чаки необходима эта энергия. И он поедает своих соперников. Таких же кукол Вуду с душой вместе. Очуметь. Посмотрите. Это что? Это реально какая-то кость. Это кость от руки. Это кость скелета человека. Что это? Это ножка куклы. Реально он съедает куклы целиком. Они все в этой мультяшной краске, мультяшной крови. Я не знаю, как это называть. Это разработчики сайта Даркнет обливают свои куклы эти, чтобы было пострашнее. Ну, вы понимаете. И чтобы это все оживлялось, понимаете, при помощи обряда. Это что еще? О, Господи. Это уши. Какие-то странные черные обгорели. О, Боже. Что это? 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 Это что, чья-то рука? Похоже на человеческие пальцы. Посмотри. Настоящая рука. Нет, 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 нет. Это скелет руки. Посмотри. На скелете есть пальцы с кожей еще. А, в один палец только с Костю, походу, он обглоданный, что ли. Но эти пальцы не настоящие. Они игрушечные, резиновые. Понимаешь? Ре... Ой, жесть. Они пахнут резиной. То есть, это пальцы от резиновой какой-то куклы. Так. Дальше. Обязательно смотрите. Разработчики сайта Даркнет кладут бутылочку с бензином. Чтобы завершить обряд, необходимо сжечь проклятую живую игрушку и закопать останки в землю. Что это? Кукольный глаз. Как много этой краски кровавой в этой живой игрушке. Еще что-то. Это типа зубы монстра какие-то. Зубы, челюсть. Еще рука, друзья. Еще одна рука. Можно так целую куклу соберем. Это просто монстр какой-то, а не только выождите. Сейчас попробуем все собрать. Получается, ноги, руки, ноги, руки, уши, кости. Как-то так, наверное. На одной руке зубы, глаза. Так, что тут еще? Еще одна кость. Но она как будто бы больше. Слушайте, сколько поролона. В этой кукле необычная, а необычный такой пух, как в обычных игрушек. А кусочки поролона. Еще одна кость. Должна быть еще один глаз. Должна быть голова или череп. О, по-моему, я нашла. Это точно череп. Он огромный. Итак, друзья, я надеюсь, что вы готовы. Потому что это реально череп. Друзья, это череп куклы. Внутри куклы Чаки. Смотрите, как этот череп похож на череп Чаки. Даже рот так открыт. В общем, я не знаю. Возможно, он съел какую-то еще живую игрушку Чаки. И ведь их очень-очень много, друзья. Так, по-моему, это все. А это что? Где? У него что-то в кармане. Погоди. Что это может быть? Что это такое? Камера. Это маленькая экшн-камера. Что это может быть? Не знаю. Надо включить ее как-то. Погоди. Сейчас вот она включается. Так. Подожди. Так. Реально, экшн-камера была у него в кармане. Давай посмотрим, что на ней. Так. Сейчас. Что это? Слушай. Не может этого быть. Он записал все это. И запись лежала у него в кармане. Как у него это получилось? Он записал, как я дралась с настоящим живым Чаки. И эта пленка осталась у него в кармане. Возможно, здесь был кто-то еще. Я не знаю, друзья. Как вы думаете? Пишите в комментариях. А я думаю, что уже пора заканчивать это сумасшедшее видео. Не забудьте подписаться на канал. Поставить лайк. И нажать колокольчик. Чтобы не пропустить уведомления моих новых видео. С вами была я, королева мистики. До новых страшных видео. Пока.